всем добрый вечер кто смотрел сегодняшний утренний обзор тот понимает что движение по энтериуму я показывал в районе как вы видите в районе 1575 с возможностью пробития этого уровня и движением вниз я держал етыха 1501 1501 это я зашел 1500 сейчас посмотрим это не то не тысячи 551 1551 это даже ниже чем он вырос давайте на 15 минутах разберем 1551 это где-то здесь я поставил после моего прогноза где-то 2 и 8 процентов я был в минусе все это время 6 часов но я в принципе не смотрел на это и дальше как вы видите цена пошла ниже намного на 5 и 27 процентов и в итоге я сейчас в районе 44 процентов по x9 и я не говорю что мои прогнозы вот как бы вот видите я нарисовал стрелку вверх он пошел вниз потом он должен был упасть это я все давал допустим на четырех часах на четырех часах движение ну показательно и не могу сделать знать как в полной мере то есть если я делаю такое движение я понимаю что вот в этой свеча пойдет вверх потом после этой свечи идет вверх вот отсюда мы получили движение вверх и еще раз движение вверх и потом движение к уровню 1511 сейчас цена еще опустилась ниже как вы видите сейчас я открою сейчас я открою свою торговлю и посмотрю сколько на данный момент у меня уже плюс 47 процентов и цена пока падает 48 49 процентов и сейчас мы пробиваем хотим пробить уровень 1467 на 1 час я тоже предположение сделал когда вот здесь в районе торговалась что оно должно быть пробить и все-таки уровень 1581 но на 4 часа если посмотреть то движение идет конкретно вниз вот здесь мы включились продажи усиленные и как вы видите если мы пробьем 1460 мы можем пойти спокойно ниже до уровня 1403 это еще может быть минус 5 и 6 процентов получается что мы можем коснуться этой зоны а можем отсюда сейчас на 1 час уже выкупить эти все объемы пойти вверх вот как вы видите движение криптовалюты и тх она связана с криптовалютой биткоином скажем так основой основ и биткоин падает и падает энтериум по биткоину я тоже давал движение вот волнообразная но это не значит что она прям вот столько должны а показал что уровне может может достичь уровнем 51 и уровень а 47 312 как вы видите я в течение дня там ну как течение через несколько часов для себя тоже поставил движение глобальное вниз вот биткоин я правда не купил но это неважно поскольку самое важное было торговли это вчера то есть 343 47 процента это тоже можно было забрать но я абсолютно не переживаю на 15 минутах мы можем увидеть движение вот тоже он не показательное сейчас поскольку идут продажи и здесь тоже дополнительные продажи пошли на четыре часа к движение вроде как проседают но я думаю что мы отскочим сюда на свече и потом возможно пойдем уже ниже на четыре часа вот то есть вот такая вот такое движение может быть на 15 минутах ну да вот примерно вот вот так вот мы можем можем оказаться в такой ситуации тогда следовательно и по энтериуму мы можем тоже быть тогда тоже вверх он может пойти и потом отсюда он может пойти вниз здесь я могу удалить вот эти вещи потому что они отработали вас я тут как бы воспользовался своими советами я выждал цену и получил сейчас 44 поставил скажем так стоп профит понятно цена вырастет и и я там допустим заработаю свои деньги вы должны видеть график как и непосредственно уже говорил виде движение цены чтобы иметь возможность в любой момент при любом раскладе рынка торговать в плюс вот поэтому поэтому мы рассмотрели вот как я и говорил мы может еще будем пробовать снижение до 44 а потом может и до 39 вот но вы должны реально научиться в будущем смотреть любой график поскольку ну без этого вы будете терять деньги вот как сейчас вы скорее всего в какой-то части в минусе поскольку не ожидали что bitcoin пойдет все таки вниз вот тоже про прогнозы надо уметь слушать и в таком знаете ключе долгосрочном проявлять такой хладнокровие поскольку я абсолютно правил хладнокровие купив в районе 1551 по сути мне о чем где тут я где-то здесь я вот здесь тысячу вот где-то здесь я купил 1551 нет не здесь нет не здесь это же четыре часа у нас удаляем вот 1551 цена пошла вверх но поскольку я давал прогноз что цена пойдет все таки глобально вниз то ланговать я не хотел потому что я мог пропустить а усредняться тоже по сути просто без усреднения движение цены мы увидели вниз и здесь я поставил стоп лосс но стоп профит скажем так если цена выйдет вверх я заработаю там 30 процентов и этого достаточно чтобы успешно закрыть этот день по биткоину я тоже сказал я думаю что движение будет идти до вот этой линии если мы будем ее пробивать сегодня вот этой линии 148 492 если мы пробьем и конечно же мы можем пойти вверх вверх давайте посмотрим но может даже ниже быть так сейчас может быть даже вот до вот этой линии вот эти такие ключевые ключевые уровни где пробитие будет означать движение вверх поскольку здесь здесь лангисты здесь лангисты здесь лангисты но здесь отчасти кто-то тоже вот ланговать начал да вот также нужно не забывать что у нас еще есть те то здесь в шорте шорт заходил и вот вот эта точка глобальная мы сейчас пробуем пробить но но я думаю что мы не пробьем сейчас вот такое ощущение вот вот такое ощущение может через вечером и пойдем вниз вот пока я оставался мне остается одно на данный момент один один вам совет хорошая торговля это когда мы проторговали вчера две тысячи процентов вот она вот это уже опасная торговля в плане непредсказуемости цены вот выбирайте правильный вход сюда и небольшой ставьте маржу для того чтобы научиться в первую очередь получать процент профита в плюс потом уже будет будете торговать любыми криптовалютами без проблем давайте попробуем еще разобрать несколько криптовалют честно подустал уже и хочется отдыхать давайте посмотрим криптовалюта сфп она достаточно хорошо выросла на 65 процентов очень хороший такая торговля если криптовалюта биткоин выросла ненамного то сфп она побила все ожидания вот но выросла и сейчас на фоне падения биткоина тоже просела на 15 процентов то есть я поздравляю всех кто уже вышел с этой криптовалюты потому что реально люди уже повыходили с нее те кто были на фьючерсах и и давайте посмотрим глобально но не все вышли еще на спотовом рынке все до сих пор держат держат цену вот те кто зашли по 4 они конечно же в таком полушоке ну вот мы видим основную такую линию на сегодня так скорее всего мы где-то здесь застряли да вот он и следующее у нас скорее всего будет где-то вот в этом районе можем проверить можем проверить да и это значит что здесь заключены лампин но не лангисты а тех кто покупали здесь усиленно в на споте и они не могут усредниться и ждут цену когда она пойдет вверх значит достаточно интересная криптовалюта с большими продажами на протяжении недели постоянные продажи здесь вот мы наконец-то видим движение вверх на 1 час ну и я бы сказал так что мы можем еще дойти до вот этой зоны отсюда пойти выше кто день если смотреть мало информации на 4 часа тоже включается иногда включается покупки то есть мы идем туда-сюда и пойдем выше если появится допустим такой сигнал от биткоина что он пойдет вверх то понятно движение цены пойдет выше быстрее так давайте посмотрим дашь тоже криптовалюта которую играют на двух биржах на данный момент так тут надо удалять лишнее так все избавились здесь мы можем посмотреть да два я два я два 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 значит здесь у нас лонгисты так лонгисты и здесь у нас тоже вы выходили некоторые люди но вот важные важные такие уровни 201 и 244 на 4 часа но на 4 часа я бы отдал предпочтение движению вниз до вот этого уровня на 1 час движение может быть еще продолжено вниз с выходом сюда вот как то так может получиться и вот так вот то есть мы будем где-то торговаться 218 возможно мы можем дойти до 241 надо смотреть пробиваем значит идем 242 241 отсюда наверно все-таки не получится пробить пойдем вниз так еще одну криптовалюту рассмотрим сфп тоже хорошо выросла как с с а подождите мыши рассматривали все с xp есть такая с xp перепутал смотрю-ка будто график такой же как и сфп это она есть так здесь здесь интересно то и здесь интересно то что дамы торговались так 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 она не сильно отреагировал на рост биткоина живет своей жизнью движение сделалось раз два ну что сказать тут на части такой же график как ибо биткоин так скажу что если биткоин пойдет вниз все-таки с xp пойдет тоже вниз ну на 15 минутах есть возможно что он вырастет до 2225 ну а это три процента в принципе то дальше надо смотреть так ладно смотрите по поводу новостей вы можете в сообществу зайти и посмотреть последние новости торговлю наша вот новости пора листинг кто-то спрашивает там допустим чтобы не пропустить но опять таки смотрите на цену которую уже но то есть на других криптовалютах если торгуется криптовалюта который листится на финанс то скорее всего ее уже пропал пили она пойдет вниз вот есть проекты бскаут обратите внимание на эти проекты посмотрите очень перспективные проекты экосистемы энтериум 20 лидеры роста были ну и так далее и так далее и тому подобное поэтому смотрите заходите это каком телеграмм канал спасибо за что просмотрели видео ставьте лайки подписывайтесь пишите комментарии всем пока